Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, Сергей, но таблетку мы еще или флакончик не придумали от рака, да? Нет. Как ты думаешь, при жизни наших детей будет лекарство? Для некоторых форм такое есть и будет. Когда мы проникнем вглубь клетки, поймем генетику этой опухоли, тогда мы сможем на генетическом уровне поменять ту задачу, которую ставит клетка, на обратную задачу. Я имею в виду злокачественная клетка, перестроить ее мышление, если можно так образно выразиться. Такие препараты есть, но они сейчас большей частью используются для пациентов, у которых есть уже распространенный процесс, метастатический. И мы достигли результатов, когда я начинал работать, в ряде случаев пациенты жили полгода-год. Сейчас я многих пациентов, например, с опухолью почек, с метастазами, наблюдаю и 5, и 7 лет. И они вот на этих препаратах живут довольно долго и опять-таки с хорошим качеством жизни. Но таблетки, которая одна на все, такого, к сожалению, наверное, не будет никогда. Несколько слов хотел сказать об экспорте услуг. На мой взгляд, есть два критерия, благодаря которым к нам едут зарубежные пациенты. Первый нам, безусловно, это профессионализм наших врачей. Оборудование, которое стоит в клиниках и те условия, которые мы создаем этим людям. Второй критерий, который, может быть, даже считаю более важным, это доверие. Доверие нашей медицине, что здесь не будут обманывать, здесь не возьмут лишних денег. И мы всегда очень гуманно подходим к этим вопросам, понимая, что люди из ближайших наших соседских стран порой оказываются в каких-то безвыходных ситуациях. И, может быть, позволю себе такую крамольную фразу, но пациентам из некоторых стран выгоднее здесь лечиться за деньги, чем в кавычках бесплатно у себя на родине. И поэтому они едут, полностью доверяя нам. Я понял. Значит, система выстроена. Выстроена. Для меня это важно, потому что 20 лет назад или больше мы выстраивали эту систему. Меня интересует, мы это сделали или нет. Мы это сделали. И мы можем быть образцом и показателем для многих стран в этой системе. Я считаю, что здравоохранение должно быть сферой абсолютно интернациональной. Здесь нельзя на здоровье и жизни людей деньги. Вот почему у них проблемы такие? Мор. Почему? Ну вот потому что систему разрушили, рынок, мы конкурируем, правильно ты сказал. Каждый борется за своего пациента. Чем богаче, тем лучше. Ну вот и получили результат. А за счет организованности, централизации, в хорошем смысле слова, вот этой вертикали, которая у нас выстроена в взаимопомощи и советского соревнования, а не этой дикой конкуренции, ну и много других факторов, мы за счет этого выигрываем. Есть другие показатели. Возьмите Латвию вот сейчас. Беда. Беда. Она уже не вспыхнула, она горит огнем. Возьмите нашу родную Украину. Вы видите, что там делается. А систему-то разрушили. Поэтому вот для меня очень важно сегодня даже не лечение. Я знаю, что вы молодцы в этом плане, и система работы. Мне важно что-то прерывное мы уже должны делать здесь. Что-то нам надо сотворить такое, что останется на века в истории человечества. И мы к этому готовы. Может быть, надо подумать над этим. Ну, может быть, вакцины, как вы говорите. Нам надо подумать, что мы можем сделать солидное, чтобы и своих людей спасать и излечивать. И чтобы и в мире сказали, да, молодцы белорусы, сотворили чудеса. Это отделение вертебрологии. Это новое абсолютное отделение опухоли позвоночника и спинного мозга. Добрый день. Как самочувствие? Да, давно. Давно в больнице? Да. Ну, как недавно. Вторая неделя закончилась вчера. Но вы себя лучше чувствуете вот с течением времени, как попали сюда? Конечно. Все болезни у нас здесь психические, психологические. Поэтому то, что он говорит ему лучше, это уже, считай, на выздоровление пошло. Не болей, выздоравливай. Ну, будем стараться. Здесь, Александр Георгиевич, пациент с непростой тоже ситуацией. Опухоль желудка, едоламетастазы в позвонке. То есть там почка источник, здесь желудок. Да. Были сильные боли в верхней шейном отделе позвоночника. Причем эти боли сильными обезболивающими убрать было трудно. И пациенту произвели так называемое наложение галлоаппарата, вот эта конструкция называется, для фиксации верхней шейного отдела позвоночника, чтобы жестко зафиксировать, чтобы не было боли, связанных с движением, и создать условия для дальнейшего лечения. Как вы себя чувствуете? Ну, улучшение. Не выздоравливай. Держись. По-мужски. Трудная ситуация, но я думаю, что мы справимся. Небюджетная отделение, где сосредоточки, пациенты, зарубежные. Хочу посмотреть те клиенты, которые к нам приехали. Мы никого специально не приглашали, вот они сегодня госпитализировались. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам, гостей? Как вы? Хорошо. Что значит хорошо? Идем по вопросу. Ну так домой надо тогда, чего хорошо ездить. Сейчас мы пациентку готовим к хирургическому лечению, проводим восстановительное лечение, контролируем уровень тромбоцита и планируем лечение тромбоцитов. Она себя чувствует. Желаемая. Пока по самочувствию пациентки лучше, а лабораторно мы надеемся, что изменения произойдут. Держись. Спасибо огромное. Спасибо вам за вашу отеческую заботу, за ваши отношения. А куда деваться? Спасибо огромное. У меня и выхода от другого нет. И огромное спасибо хочу сказать врачам данного отделения. Это профессионалы настолько своего дела. Врачи у нас не только здесь, но здесь тем более. Здесь и наука, все, и люди ответственные. Благодарные, ответственные, как ангелы-хранители. Наше отделение рассчитано на 10 коек. А хватает 10 на желающих? На желающих, вы знаете, хватает. В планах, если справимся с ковид-обстановкой, я думаю, что можно будет увеличить. Добрый день. Здравствуйте. У нас родственники и одна познакомиться. А откуда сама? С красивого солнечного города Одесса. С Одессы? Ну, все понятно. Наш город понятно. И от чего лечили? Заболевание Мендамины. Начали первый курс индукционной химиотерапии. В течение пяти суток будет круглосуточное введение лекарств, три препарата. Ну, шансы у нас хорошие. Я так рада, что я попала в вашу страну на лечение. Прямо благодарна своему доктору. Выздоравливай. Спасибо огромное. Смотри за ней. Извините, пожалуйста, у вас не затрудняют нас сфотографировать. Попали мы? Да. Все, все. Спасибо огромное. Люда, смотри за ней. Спасибо огромное. Всего доброго. Подняли настроение. Спасибо. 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 Продолжение следует...